Истории красноярцев в рубрике «Человек дня». Сейчас я предприниматель, я занимаюсь как раз туристической деятельностью, а параллельно я еще работаю в университете, в аграрном. Я занимаюсь как раз воспитанием молодежи, альпинистский клуб достаточно большой. Жил в Абакане, и в абаканской школе был клуб, Алькор назывался, альпинистский. Начал заниматься там, сразу понравилось, сразу втянулся, сразу было очень много поездок интересных. И вот оттуда все идет прямо со школы. Ездили на Ергаке в основном, там горы очень близко, Борус, Ергаке, Саяны рядом. Очень много времени проводили на Ергаке, Ергаке до сих пор самое любимое мое место на земле. После школы мы с другом, с которым мы сейчас занимаемся, и занимаемся, ну работаем, вместе работаем, он альпинист, уже мастер спорта. Мы переехали учиться в Красноярск, и собственно такая история забавная, что мы ехали сюда учиться, не зная куда поступим особо. И нас это особо не волновало, мы ехали на столбы, именно чтобы жить рядом со столбами и продолжать заниматься альпинизмом, столбизмом, скалолазанием, лазить. И в конечном итоге мы образовали альпинистский клуб студенческий, которым я сейчас руковожу до сих пор. И вот все это образовалось в студенческие годы, начали ездить уже своей большой компанией, вот, и как бы все до сих пор вот так длится. Ну когда я учился, да, нам очень хотелось все-таки не отходить от того, чем мы занимаемся, то есть от любимого дела. Ну и все говорят, что самое большое счастье заниматься, зарабатывать на том, что ты умеешь, что ты любишь. У нас это получилось, мы сейчас очень этому счастливы, рады, как бы полностью вкладываемся в это. То есть если ты обучался, если, допустим, ты инструктор Федерации альпинизма России, да, то есть, ну официально, то его лишь на категорийные какие-то маршруты, ну можно, допустим, 150 тысяч в месяц зарабатывать на это. Мне сколько денег нужно? Ну вопрос риторический. Ну пока, наверное, мне бы 1250-300 хватало в месяц, пока. Потом, наверное, когда потребуется вертолет, я думаю, заправлять нужно будет его, нужно будет больше. Конечно, конечно, конечно. Такая мечта есть, я думаю, она реализуется. Когда ты после сборов, там, после гор приезжаешь домой, включаешь горячую воду и понимаешь, что ничего для этого делать не нужно, вот именно в эти моменты происходят, как бы такие маленькие моменты счастья. Страшно, когда ты наблюдаешь или страхуешь людей, которые, ну, что-то опасное лезут. Если все правильно рассчитано, да, и как бы правильно подобран маршрут под твою форму и под твой уровень, то ты все равно ощущаешь себя в безопасности. Ну, ты уверен в себе, если есть опыт и есть понимание. Потому что, как говорил Абалаков, опасностей в городе гораздо больше, вообще здесь гораздо больше опасностей. Даже с точки зрения статистики, например. То есть попасть под автобус, здесь гораздо выше вероятность, чем погибнуть там в горах. Если ты, опять же, соотносишь свою подготовку с маршрутом, который ты идешь. У нас сейчас цель это сформировать классную команду, классный коллектив. У нас уже она есть, но усилить его, расширить и все-таки реализовать какие-то очень большие крупные проекты. Типа Эвереста, вот, большие планы в Европе, в Альпах, на Алтае. Вот, все-таки это у меня сейчас основная задача в жизни. И мы в ближайшие годы будем все силы вкладывать в это. Я считаю, что счастье в любви, которая нас окружает, пронизывает нас. Все-таки любовь это самое главное. Во всех отношениях и любовь, неважно, там, к женщине, к любимому человеку, к матери или к горам, или к стране. Любовь это та нить, которая нас связывает, это самое главное. Я счастлив, абсолютно счастлив в семье, счастлив в своей деятельности, в карьере, в спорте. И я еще раз скажу, что счастлив от того, что я могу заниматься любимым делом, которое со мной по жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok